Во Всемирный день борьбы с ВИЧ-инфекцией общественные организации ВИЧ-инфицированные вместе с министром здравоохранения Украины провели социальную акцию «Всё дело и вовремя», цель которой информировать население о проблеме и способах реабилитации ВИЧ-инфицированных больных. Сейчас обстановка намного лучше, чем в прошедшие годы, потому что очень многие люди поняли, что это серьёзная проблема. Здесь, в принципе, есть консолидированные и общества, и неправительственные организации, и частные компании, и правительство, и государство, все стараются приостановить распространение вируса. В Украине есть 100% гарантия на лечение, бесплатное лечение для больных и тестирование. Нам сейчас очень важно, чтобы люди сами были более серьёзно относились к своему здоровью, тестировались, потому что сегодня уровень медицины и технологии настолько высок, что при раннем обнаружении вируса, при правильном лечении, человек абсолютно нормально живёт без каких-либо проблем. У нас сьогодні, за статистическими данными, в 2015 році щоденно инфікується 53 особи. Подумайте, 53 особи, а из них 27 уже потребуют лікувания, потому что у них развивается снід. И 9 человек щоденно помирает. Я бы хотела вам назвать такие цифры. Мы за этот год визначили 13 тысяч новых случаев ВИЛ-инфекции. По сути, это невеликий районный центр, население невеликого районного центра, которые инфекированы. Для того, чтобы они могли жить, працювать, иметь здоровых детей. Мы работаем, мы надаём помощь. И не только антиретровирусное лечение, но и лечение оперативных инфекций. Социальный супровид, психологический супровид. И это всё делают центры СНИДу вместе с неурядовыми организациями. Помощи от государства, как таковой, я не получаю. Благодаря только всеукраинской сети ЛЖВ и тем препаратам, которые закупаются за деньги частично глобального фонда, частично государства, я живой. Мне нормально живётся с моим диагнозом. Дискриминацию от общества я никакого не чувствую. У меня официальное трудоустройство. Я нормально работаю, нормально общаюсь с людьми. Пока что мы не достигли расширения доступа к лечению для тех, кто в нём нуждается. Вот, собственно, всё, что могу сказать. В силу этого мы не видим особого снижения числа новых случаев ВИЧ-инфекции, новых случаев регистрации. Мы не видим снижения смертности. Все улучшения статистики сейчас в основном связаны с тем, с которых мы, собственно говоря, официально статистические данные не получаем. И поэтому пока, несмотря на то, что глобально признано, что достигнуты успехи при остановке эпидемии. И в рамках целях устойчивого развития тысячелетия, о чём говорил президент в Организации Объединённых Наций, важно обеспечить лечение всех, кто в нём нуждается. Продолжение следует...